Любовь и ревность, ссоры и обиды – гремучая смесь эмоций и страстей, приготовленная по лучшим рецептам классической итальянской комедии. Пьесу «Кьёджинские перепалки» автор Карло Гальдони создал в 18 веке, но история актуальна и сегодня. Одна из пьес, которые отражают эпоху, определяют эпоху, определяют театр. И то, чем мы на самом деле, наверное, сегодня занимаемся, это пытаемся соединить способы театра тогда, как мы понимаем, и сегодня, и пытаемся ее сыграть новыми ключами, сохраняя старую пьесу. Пьесу на сцену Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского переносит специально приглашенный известный петербуржский режиссер Георгий Цнабеладзе. В списке его творческих достижений спектакли поставлены в ведущих театрах разных городов России и Италии. Георгий отмечает, в случае с кьоджинскими перепалками важно то, что писалась пьеса в эпоху расцвета уличных представлений. Тогда главным критерием успеха было удержать зрителя, не дать ему пройти мимо. Отсюда и эмоциональный накал. Я делаю театр для людей, которые не ходят в театр. Я хочу, чтобы любой человек с улицы мог прийти, ему понравилось. Спектакли герои органично существуют на нескольких уровнях своего небольшого, но далеко не тесного мира. Динамики действуют добавляют и яркие пятна-акценты в сценическом пространстве, красные-оранжевые детали. Декорации и костюмы создал театральный художник Александр Хромцов. Они с режиссером уже давно работают в творческом тандеме. Я сейчас смотрю, и я понимаю, что такую штуку задумать и просто нарисовать, задумать от нуля, сделать невозможно. Прием можно только собрать и купить. Но вот мы сидим, как видите, в рамках 44-го сидели, безъя, без того, кто-то там артист сидит, иногда отдыхает. Вот собирали и купить. Впервые свидетелем кьёджинских перепалок публика станет 2-го ноября. Также спектакль покажут 3-го числа и 4-го в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Кроме того, в этот вечер гостей ждут и другие сюрпризы. Например, любителям экспериментального театра презентуют так называемый иммерсивный спектакль. Спектакль вовлечения «Достоевский. Экспедиция». Его готовит артист и перспективный режиссер Николай Нечаев. Николай предложил такой вариант, что познакомить с творчеством Достоевского, войти в атмосферу Достоевского можно через такой поход, что ли, через разные места театра. То есть в разных зонах театра будут разыгрываться разные интересные события. Также в «Ночь искусств» в театре Луначарского можно увидеть вернисаж художника Игоря Шепилина, моноспектакль Татьяны Фирсовой «Любовь сильнее смерти», поучаствовать в театральных дискуссиях. Эти события можно посетить по предварительной записи. Наталья Данилова, Денис Александрович, Севинфорумбюро. Денис Александрович, Севинфорумбюро.